Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Послетали с сидений. Неудачно завершилась поездка на автобусе для нескольких пермских пассажиров. Убила за критику. Суд вынес приговор студентки, которая жестоко расправилась со своими пожилыми родственниками. Поговорили на повышенных тонах. В прикамье пациент повздорил в больнице с нетрезвым охранником. Послетали с сидений. Неудачно завершилась поездка на автобусе для нескольких пермских пассажиров. Инцидент случился при движении по маршруту в самом центре города, в районе площади у центрального колхозного рынка. Люди услышали грохот в салоне. Некоторые не удержались на ногах. В соцсетях очевидцы событий поделились подробностями этого происшествия. 31 мая вечером автобус двигался по улице Пушкина в сторону улицы Попова. В районе перекрестка его сильно тряхнуло. Некоторые даже посчитали, что у него что-то взорвалось. На остановке центральный рынок произошел взрыв в автобусе 67 маршрута. Оторвало сидения, на которых сидели люди. Трое пострадавших. На место прибыли медики скорой помощи. В одном из пабликов ВКонтакте пользователи рассказали, что пострадали 4 пассажира. Один от помощи отказался. Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта администрации Перми. Информацию о взрыве не подтвердили. Автобус, следующий по маршруту 67, нарушение правил дорожного движения, совершил перестроение через сплошную линию разметки с целью продолжения движения по трамвайным путям попутного направления. В момент движения по трамвайным путям одна из бетонных плит приподнялась и повредила заднюю часть автобуса. Днем ранее специалисты службы пути Пермгорэлектротранс в рамках ежедневного мониторинга трамвайных путей и переездов проводили комиссионный осмотр данного участка. На тот момент дефектов выявлено не было. В Минздраве региона сообщили, что травм получили 29-летний мужчина и две женщины в возрасте 33 лет и 51 года. Всех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры, находившиеся в салоне и пострадавшие в этом происшествии, намерены добиваться компенсаций. Юлия Зыкова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Свою позицию по поводу случившегося обозначил и перевозчик. Маршрут номер 67 обслуживает компания «РТ-Лайн». Там уверены, что все дело в ненадлежащем состоянии дороги. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин и других повреждений, которые могут затруднить движение транспортных средств. В связи с ненадлежащим состоянием уличнодорожной сети, трамвайная плита поднялась и ударила по нижней части автобуса. После чего автобус подбросило вверх и произошло резкое торможение транспортного средства. Транспортное средство было эвакуировано на автобазу компании. По предварительным данным, есть повреждения двигателей и коробки передач. Оторвана часть сидений. Еще одной проблемой перевозчик считает формат организации дорожного движения на этом перекрестке. Автобусы не могут свободно ехать по улице Пушкина прямо, поскольку в этом месте с двух полос автомобильный транспорт поворачивает направо и ждет зеленой стрелки. В компании заявили, что водители автобусов для того, чтобы не выбиваться из графика, вынуждены частично выезжать на трамвайные пути попутного направления. Вернулись пробки, вернулись ласточки. В Перми возобновилось движение челночных электричек, которое соединяет два берега Камы и курсирует между станциями Кабельная и Левшина. Горожане, как известно, столкнулись с заторами из-за ремонта на КамГЭС. Электропоезда призваны решить эту проблему. Так называемые шаттлы пустили 20 мая. Но затем на Платине возобновили движение по обеим полосам. И электрички отменили. Теперь их возвращают, но в чуть меньшем объеме. Согласно мониторингу пассажиропотока, исключены пригородные поезда Левшина кабельная отправлением в 6 часов 11 минут и кабельная Левшина отправлением в 19 часов 13 минут. Остальное расписание осталось прежним. Однако продолжается работа по корректировке расписания движения шаттлов и синхронизация их с другими поездами, проходящими по станции Левшина. Напомним, ремонт дорожного полотна на Платине КамГЭС стартовал в середине мая. Это привело к тому, что на подъездах к реке в Орджоникидзовском районе образовались пробки. Автобусы в первые же дни ремонта стали выбиваться из графика. Сейчас работы на этом объекте подрядчик продолжает. Одна полоса для движения автотранспорта вновь недоступна. Ремонт по плану должен закончиться до конца августа. Потеряв спецоперации на украинской территории, погиб еще один уроженец Прикамья. Администрация Очерского городского округа на своей странице ВКонтакте сообщила о смерти Алексея Назаренкова. После службы в армии он подписал контракт и неоднократно был в горячих точках. 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация, ему исполнилось 35 лет. Общее количество погибших военнослужащих из нашего региона за время проведения специальной военной операции достигло 58 человек. Кто разрешил ломать и строить в Перми, прокуратура выявила нарушение при проведении работ по капитальному ремонту набережной в Кировском районе. Сотрудники надзорного органа в ходе проверки выяснили, что у организации нет необходимых разрешений на то, чтобы вести там деятельность. Подрядчикам МКУ Пермблагоустройства в нарушении законодательства до начала строительно-монтажных мероприятий по приведению в нормативное состояние берега укрепления не получено положительного заключения в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства. Более того, учреждение не согласовало с указанным контролирующим ведомством проектную документацию по обустройству данного объекта. Прокурор по итогам проверки внес представление руководителю МКУ Пермблагоустройства. Надзорный орган проследит за тем, как пройдет устранение нарушений. Поговорили на повышенных тонах. В Березняках местный житель пришел в больницу за медицинской помощью. Но пока ходил по коридорам учреждения, встретил сотрудника охраны. А тот, по его мнению, был не трезв. Между ними завязалась словесная перепалка. Мужчину в форме, посетитель лечебного учреждения, снял при помощи телефона. Видеоролик появился в социальных сетях. Автор утверждает, что мужчина в форме охранника ему грубил и не пропускал здание. В Прикамском Минздраве отметили, что все претензии пациенты учреждения могут направить к главному врачу учреждения. Также можно пожаловаться в интернет-приемную Министерства здравоохранения. Охранник, в это время находившийся в травмпункте, не является сотрудником больницы. У медицинского учреждения заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг физической охраны. Администрация больницы не приемлет нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент юристы больницы готовят претензию о ненадлежащем исполнении условий договора. За деле, за живое. Краевой суд вынес приговор студентке одного из пермских вузов, которая жестоко расправилась со своими пожилыми родственниками. 25-летней жительнице Кунгура показалось слишком бестактным замечанием тети по поводу особенностей ее личной жизни. Она убила сначала ее, а затем и дядю, ставшего свидетелем преступления. Из зала суда репортаж Елены Яговцевой. Нанесла столетовая не менее 22 ударов ножом в область живота, шеи, головы и верхних конечностей, а также не менее двух ударов твердым предметом по голове. Орудовала кухонным ножом до тех пор, пока тетя не перестала подавать признаки жизни. Все из-за того, что пожилая родственница взяла на себя смелость прочитать ей мораль. Затем племянница до смерти избила и дядю. Она встречалась с молодым человеком, с женатым, об этом узнала ее тетя и по этому поводу сделал ей замечание, из-за чего, собственно, и возникла ссора. То есть человек оказался очень непримирим, нетерпелив, что ли, к мнению другого человека, критики. В заключении судебных психологов подсудимой совершенно нетерпимо какой-либо критике. Агрессию вызывает любая попытка вмешательства в личную жизнь. Вместе с тем девушка имеет отличные характеристики. В Кунгуре она уважаемый человек. Она работала медсестрой в Кунгурской больнице. До этого закончила медицинский колледж. До совершения преступления обучалась в одном из высших учебных заведений по специальности юриспруденция. С учетом смягчающих вину обстоятельств, раскаяния, сотрудничества со следствием, суд назначил относительно мягкое наказание – 13 лет лишения свободы. Но как с таким характером осужденная приспособится к жизни в колонии – большой вопрос. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Теперь и без Мурманска. Из расписания аэропорта Пермь исчезли последние рейсы, которые до недавнего времени выполняла авиакомпания «Редвингс». Напомним, перевозчик изначально планировал базировать в нашей воздушной гавани несколько самолетов с сухой Суперджет-100 и перевозить пассажиров из Большого Савина в целый ряд городов. «Редвингс» при этом получала статус базовой авиакомпании. Аэропорт в этом случае получал бы новые возможности для развития. «Значит, мы будем с вами возить не 2 миллиона пассажиров, которые мы планируем практически в этом году, без трех десятков, а значительно больше. Если мы с вами будем понимать, в каком году мы собираемся перевозить 2 миллиона 500, а мы уже понимаем, в каком году нам нужно строить вторую очередь пассажирского терминала. Потому что это звено. Без него базовая компания не сможет предоставить услугу правильную». В планах значились рейсы в такие города, как Астрахань, Мурманск, Калининград, Волгоград, Уфам, Махачкала, Краснодар, а также Омск. Но понемногу список стал сокращаться. Рейсы в сибирский город так и не начались, а к марту авиаперевозчик прекратил вылеты по остальным направлениям. Свои действия в компании объяснили тем, что после начала боевых действий на Украине суперджеты и эксплуатанты были задействованы на вывозных рейсах граждан из-за рубежа. Прекращение полетов в Краснодар было объяснено закрытием ростовской воздушной зоны. «Сейчас в разделе «Карта полетов» на сайте перевозчика Пермь отсутствует никаких перелетов в наш аэропорт или из него авиакомпания больше не предлагает. Хотя изначально за ней были закреплены больше половины всех субсидируемых рейсов Большого Савина». Собеседник, близкий к правительству региона, рассказал о планах краевых властей и Росавиации провести отбор авиаперевозчиков на субсидируемые рейсы для замены Red Wings. Эта процедура может произойти уже в июне. Если перевозчик сменится, то власти будут рассматривать вариант расторжения соглашения о сотрудничестве между Red Wings, Пермским краем и ООО «Международный аэропорт Пермь». Эксперты отмечают, что сейчас все перевозчики заняты пересмотром своих планов. Маршрутную сеть они вынуждены корректировать из-за непростой экономической и геополитической обстановки. Нередко вынуждены отказываться даже от субсидируемых рейсов. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Между тем, в региональном Минтрансе сообщили, что сейчас идет поиск другого перевозчика, который стал бы обслуживать субсидируемые рейсы из Перми. В планах возобновить рейсы летом. Обновленный список направлений, на которые регион готов выделять средства, уже известен. Будет подана повторная заявка на включение в приказ Росавиации следующих субсидируемых маршрутов. Калининград, Волгоград, Омск, Мурманск, Махачкала, Астрахань, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа и Самара. Кроме того, за счет перераспределения средств к ним добавится еще одно новое направление – Пермь-Владикавказ. Водоемы и мостики, искусственные холмы и экзотические растения в Ботаническом саду Пермского госуниверситета открыли экспозицию в восточном стиле. По ней провели первые экскурсии. О том, что интересного предлагает сад посетителям и как можно туда попасть, узнала наша съемочная группа. Сад Любавания. В Восточном ботаническом искусстве, китайском и японском, обустройство окружающего ландшафта всегда придавали большое значение. Сады создавали для уединения, размышлений, для того, чтобы поправить сбившиеся внутренние настройки. В Ботаническом саду Пермского госуниверситета обустройством территории в восточном стиле начали заниматься семь лет назад. Построили беседки, создали небольшие водоемы и мостики, распланировали дорожки. Но главное – долго и тщательно подбирали растения. Дело в том, что представители японско-китайской флоры, они всё-таки довольно более южные, чем растения нашего умеренного климата. Поэтому мы испытывали растения в течение нескольких лет на зимостойкость. В связи с ботаническими садами по всему миру мы, конечно же, очень активно использовали. Мы уписывали семена, выращивали растения и готовили их к высадке на экспозиции. В Восточной коллекции более 200 видов растений, только рододендронов больше десятка. Их цветы разных красок и форм всегда впечатляют. Они растут и в горных условиях, и в субтропиках, и в умеренном климате. Многие виды рододендронов ядовиты. В числе самых необычных представителей флоры – гинго двулопастный. Сейчас его можно встретить в Восточном Китае. Это реликтовое растение, прародитель всех хвойных пород, ровесник пермского геологического периода. И с недавних пор ботанический символ пермского края. Кроме того, японские учёные установили, что гинго является самым мощным антиоксидантом в мире. Гинго-белоба является символом мира. Дело в том, что после атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, на следующий год начали прорастать некоторые растения прямо в эпицентре этого взрыва. И таким образом японцы получили какую-то веру в продолжение жизни на этих, как будто потерянных навсегда, землях. Здесь посадили сливы, яблони и сакуры. Создали композицию из камней – обязательный элемент японского ландшафта. На территории ботанического сада университета прошла целая серия экскурсий. В числе посетителей – ребята из 9-й пермской школы. Многие из них здесь не впервые. Приходили сюда как волонтёры, помогали в обустройстве. Сейчас делятся впечатлениями. Понравился восточный сад, потому что там много интересных было, необычных растений, которых я даже и не слышала. Барбарис. Он, правда, очень вкусно пахнет. Мне очень понравилось. А мне очень запомнилась ель, потому что если подрасти, то там идёт много пыльцы. В ботаническом саду университета разработали несколько тематических экскурсий. Совсем скоро здесь будут знакомить посетителей с разными сортами сирени. Она уже набирает цвет и через неделю предстанет во всей своей красе. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.